всем привет друзья так давненько видос не снимал чуть-чуть приболел вот потом времени не было в общем ладно не будем о грустном ну что завтра поедет автомобиль ставится на учет и скоро мы запилим тест-драйв полноценный потому что все мы знаем без документов нам кататься нельзя сейчас немного ополоснем сегодня чуть прокатились прокатились ополоснем завтра проедем поставим на учет ну и все можно снимать полноценный тест-драйв брать автомобиль и экспериментировать сейчас немного сполосну еще включу видео а так сполоснул автомобиль мокренький ну выглядит конечно передняя часть автомобиля такая хищная позиционирует же его на 7 тигр довольно таки симпатичный автомобиль мобил да здесь уже залито мобил не реклама сам вижу на такой масле знаю что она достойная да визуально на картинках вот многие народ пишет она кажется больше но в принципе достаточно вот кстати давайте для сравнения есть тига 5 есть тига 5 по размерам она чуть пониже чем тига 5 давайте сейчас эту линию такой параллель проведем да чуть пониже соответственно место над головой здесь чуть побольше на тига 5 вот дальше этот автомобиль если вы покупаете сейчас вам будут в подарок вот такие коврики они сплошные кстати интересно они сразу идут защиты боковинки сиденья пятки чтобы не пачкали вам ковер все это дело сюда заправляется достаточно интересная компоновочка ковров шиты прям просто прям 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 размеру под размер также у нас уже имеется ковры багажник уже пришли не было в наличии машин автомобили пришли раньше тут уже клиенты сидели коврики слегка грязные а вот так вот прошито все все боковинки этими ковриками защищены очень кстати удобные коврики и смотрится они так интересно интересно а также когда вы покупаете автомобиль на первые на первые черри тига 7 у вас идут вот такие вот смарт-часы здесь у нас на часах можно время вот открыть закрыть автомобиль можно с помощью часов давайте попробуем сразу так заходим функцию закрыть все не закрывается да пишет какая-то ошибка почему а потому что багажник у нас открытый багажник у нас открытый багажник мы закрыли пробуем все закрыли это что касается часов браслетов то есть можно как нажать и путем нажатия непосредственно на экран часов даже вот тут открытия багажника есть давайте попробуем не знаю все получится нет погашни ведь и нарисован машинка и багажник открыть часов не получается так ладно банально открыть закрыть все складываются зеркала и машина закрыта все машина открывается машина открыта данные смарт-часы они индивидуальны для каждого автомобиля у каждых смарт-часов есть один номер на часах указан вот эти часы прописывается у дилера через сканер и становится частью владения так скажем владельцы частью владельца автомобиля то есть это становится смарт-часы владельцы непосредственно либо можно надеть часы на руку часы у вас на руке непосредственно то есть часы на руке также можете подходить открывать сигнализирует потому что здесь у нас еще одни ключи здесь комплект ключи так давайте мы сейчас ради эксперимента часики значит оденем на руку одели ключи положить там чипа ложится смотрите автомобиль закрылся также мы без ключевой доступ можем использовать и открылся автомобиль ключи там ключи можно оставить дома то есть теперь у нас есть смарт-часы смарт-часы и с помощью смарт-часов мы можем открывать и закрывать автомобиль очень удобно очень удобно кстати фишка с открытием багажника ну-ка можно ли с часами подойти отдельно открыть багажник открыть смотрите то есть у вас часы то есть вы можете без проблем открыть багажник все отлично то есть не открывая центральный замок дверей то есть открыть отдельно все замки круто то есть приобретая данный автомобиль вы получаете комплект ковров в подарок от черри и смарт-часы да отлично при первом же сразу визуальном визуальном взгляде при первом взгляде сразу бросается в глаза вот эта вот вставочка они вот такой вот небольшой лакшери сделали ну конечно вот заменитель кожи с прострочками под кожу очень богато смотрится панель как бы она не то что деревянная конечно пластик до деревянная вот этот вот вставочка она прям придает автомобиля шикарный такой шикарный вид внутри салона отлично кстати вот что касается свет включается с помощью поворота данной шайбы выключили включили сиденье очень удобное сиденье на tiga 7 очень удобно и очень удобно такой краткий обзор потом будет это вот я на телефон снимаю потом обязательно будет достойный обзор завтра поставим учет все уже есть договоренность с операторами уже все как надо сзади присядем сейчас да кстати говоря сразу видно что заднее сиденье немного ряд подвинут сдвинут назад для более удобной посадки и для полноценного пребывания на заднем ряду так скажем заднее достаточно тоже удобно есть подлокотничек с подстаканниками и собственно говоря все богатство светильника сзади нет спереди только такой как неоновый да такой интересный ну сзади комфортно при росте метра 90 недостаточно комфортно весь располагаться подушки безопасности подогрев задних сидений здесь имеется подогрев задних сидений два режима подогрева воздуховоды назад для задних пассажиров на комфортно вдвоем тут прям вообще комфортно втроем надо будет пробовать смотреть ну потолок достаточно высокий достаточно высокий потолок хватит места комфортно подлокотники также регулируется отлично отлично посмотрел уже но множество там обзоров обзоров что якобы китайцы китайцы на самом деле да это как бы сборная солянкой в плане трансмиссии двигатель двигатель и трансмиссия здесь австрийского завода что удивительно сейчас и концерт у нас сам рено лада все в единый собирает это уже другая история все компактно крышечка на двигатель другая чем на тига 5 на тига 5 кстати говоря было вот проблема на крышке не было уплотнений и при вибрации при работе двигателя то есть была некая такая вибрация и крышечка болтыхалась так как будто в двигателе что-то застучало потом крышечку проклеивали уплотнителем и все проблемы и звуки исчезали так что вот так более подробнее конечно в обзоре все расскажу что и как это такой лайтовый обзорчик то есть в преддверии большого обзора где мы постараемся по дороге по небольшому такому бездорожью покататься все-таки клиренс здесь высокий просвет достаточный еще фишка ребята помните я у меня был обзор когда мы обрабатывали автомобиль для клиента я там рассказывал про то что будет ли полный привод то есть там все места подкрепления карданов раздатки а подвесного подшипника все имеется но еще фишку спалил тут я смотрите я не знаю увидите а вот вообще шикарный и на смотрите что увидите 4вд и 4вд здесь на панели приборов они конечно не подсвечиваются они конечно не подсвечиваются сейчас и при включении зажигания допустим выключим магнитолу видите у нас только чек загорается допустим проверка подушку безопасности и так далее естественно у у нас передний привод 4вд лог индикатор включения блокировки вроде как сами китайцы говорят что 4вд тига 7 не будет будет другой автомобиль об этом тоже в моих обзорах какой автомобиль будет полноприводным на российском рынке об этом я тоже расскажу тоже черри но модель модель в следующих обзорах то есть и название небольшое превью будет когда на выставку поедем то есть естественно потом небольшой обзор будет так что вот так так что вот так вот он у у нас камера камеры спереди здесь 3d обзор у нас камера зеркалах сзади камера кстати двери на тига 7 такие более увесистые чем на тига 5 тига 5 они легче легче да и так плотно закрывается еще почему плотно они закрываются потому что у них есть внизу вот этот вот резиночка то есть чистые пороги то есть получается у них здесь уплотнители здесь уплотнители и получается два уровня еще уплотнитель естественно по периметру козова достаточно все герметично то есть При посадке Люди не будут пачкать одежду Не будут пачкать одежду Брюки, плащи и так далее Такие тяжелые двери То есть Достаточно такая шумоизоляция Здесь также двойной уплотнитель То есть также заметьте Порог чистый Мы немного сегодня покатались Я еще сегодня Чуть-чуть ополоснул И даже сюда вода не попала С пистолета Хищный вид Блин С дизайном конечно Угадали Так давайте посмотрим 3D камеры Так вот смотрите Имея такой браслет Часы Мы с помощью него При нажатии тормоза Видите он активируется Ключи у нас Вон там лежат Я положил их Можем завести автомобиль Все Отлично Как удобно с часами То есть вы не будете бояться Потерять Ключи Ключи у вас Всегда будут дома Единственное Если вы потеряете Вот эти смарт-часы Они будут стоить Порядка 16 Там с половиной По-моему тысяч Если отдельно заказывать Вот такие дела И под заказ Китая Два месяца Так Завели автомобиль Завели автомобиль Камеры Значит 3D Можно включить Как нажатием Вот этой кнопочки С камерой АВМ Все нажали Вот у нас 3D обзор Так я сейчас Наверное свет выключу Все вот у нас 3D обзор То есть у нас машинка Видно Со всех сторон То есть спереди Если допустим Вы Давайте продемонстрирую Препятствую Подъезжаете Во-первых Будут парктроники Сигнализировать Да Об этом Если вы их конечно Не выключили Видите Расстояние Все видно Также При включении Задней скорости Также Включается Задняя камера И вы полностью Видите Место парковки Все достаточно Хорошо Проглядывается Это лично Мое мнение Но Можно было Камера чуть Разрешением Получше Поставить Все Мы остановились Автомобиль заведен И так же Можно выключить Все это дело Да Выключаем Да Парктроники Отключены Поэтому Они не просекаются Сигнализировали Здесь Да Это у нас Складывание Зеркал Это Отключение Антибукс Антиюзер У нас Электропакет Стекла Стекла Поднятие Стекол Дальше Подогрев Передних сидений У нас есть Я вот Кстати В одном Из обзоров Говорил Видите Шайбочка Вот это Есть То есть Предположительно Это для Переключения Полного Контроль Кондиционер Кондиционер Все что нужно Для комфортного Перемещения Ну как уже повторю Здесь Микролифт Бардачка Что тут у нас Подлокотник Подлокотники У нас Розетка УСБ Прикуриватель Ну блин Прикуриватель Тоже Даже человек Если курить Неудобно Маленько Ну хотя Прикурил Обратно Поставил Поехал Нормально Такие вот Насколько Там сразу Тут Клопочка Здесь интегрировала На старт Стоп Прикольно На Тигу 5 Они здесь Были Совершенно Другой автомобиль Совершенно Другая платформа И вот Кстати На этой платформе Будет собираться Полноприводный Автомобиль Название которого В следующих Обзорах Каких-нибудь Я расскажу Обязательно И поэтому Наверное Заведомо То что Платформа Будет использоваться Именно Тига 7 Есть места Под всякие Карданы Раздатки Для Так скажем Перемещения туда Раздатки Полного привода Редукторов Вот Такое Превью Небольшое Китайцы Конечно Молодцы Впереди Планеты Молодцы Молодцы Тоже Обзоры Смотрел Многие Там Уже Известно Дизайнер Кто Дизайн Рисовал Также Постараюсь Упомянуть В полноценном Обзоре Все Ставим лайки Подписываемся На канал А я Желаю Всем Счастья И пока До новых встреч Еще Маленечко Видосиков Зажигание Приключение Зажигания Зажигаются Такие Дневные Кодовые Огни Интегрированные Фары Интересно Все Этот Процесс Протестируем Постараюсь Также Вечером Заснять При свете Фар Это Она Сигнализирует О том Что Она Так Скажем Двигатель Заведенный Машина Открытая Но смарт-часы Даже если бы ключи Вы оттуда вытащили Так же Как на Тигах 5 Раздавался бы Такой Сигнал Типа Ты меня не забыл Ты не забыл Заглушить автомобиль Типа Я не закрыта Интересно Вот такой Ближний свет Как-то Сбоку Смотришь Отражается Такая Некая Полосочка Ближний свет Фар Интересно Смоделировано Сзади У нас Смотрите Достаточно Симпатичные Достаточно Симпатичные Огонечки Такие Управления Да Обосвечивается Белым Кнопки управления Еще Кстати Смотрите Какая Подсветочка У нас В кармашках Да В кармашках Здесь Некая Подсветочка Такая Теперь Для передних Да В передних Дверях Задних Дверях Такого Нет Такого Интересно Ладно Осталось Протестировать Автомобиль На дороге На трассе Да Кстати По поводу Подсветочки Опять Она сигнализирует Типа Закрой Меня Смотрите Подсветочку У нас Еще Тига Черептига Ответочка Интересная Фишка Не новая Но Тем не менее Здесь Есть Тигр Отлично Отлично Так Глушим Автомобиль Так Давайте Сейчас Перезагрую Оказывается Я Поставил наручник И на скорости Стояло Поэтому Заглушить Все Понял Ясно Так Ладно Свет Выключим Все Двойное Нажатие Так Что Вот Так Что Что Вот Так Все До Скорого Скоро Будет Полноценный Обзор На трассе И по Легкому Бездорожью Все Всем пока Я желаю Всем Счастья